Привет! Сегодня я тебе покажу, какую песню можно сыграть девушке. Меня зовут Раиль, но выступаю под ником Арслан, и сегодня мы разберем мою собственную песню под названием «Белый танец». Это первая песня, записанная и изданная официально после приезда с армией. Трек был записан совместно с поэтом Маффин, чьи куплеты вы в песне можете услышать. Сейчас пою кусочек данной песни, и потом покажу, как ее сыграть на гитаре. Поехали! Это не объяснить, будто бы сон наяву, ты искренне, я больше не иду ко дну. Благодарить мне предстоит, сколько тысяч лет, за то, что ты сейчас так близко ко мне. Сколько людей тебя пытались добиться, разбитым экипажем, без берегов Атлантиды. Зацепившись кормой, от войскала мысли, чтобы я мог бы встречать тебя. Спрятавшись под белым пледом из нежной истории, мы находили происки этих людей виновных. И чтобы не твердили нам с тобой о дистанции, предали всю, чтобы к тебе прикасаться. И нас с тобой закружит этот белый танец. Ребята, хочу разыграть вот такую вот фирменную футболку с логотипом хижина музыканта. Для того, чтобы выиграть эту футболку, надо всего лишь в комментариях написать какую-нибудь историю, связанную с белым танцем в вашей жизни. С медлячком, возможно, это было в школе. Как это было, вспомните. Помните ли вы ваш первый медленный танец? Из ваших комментариев выберу наиболее интересную историю и в следующем выпуске уже объявлю победителя. Возможно, это будет рандомно, если ничего хорошего не будет там. В любом случае, оставляйте комментарии. Разыграю данную футболку. Поехали. Аккорды такие. Аккорд АМ. Ваш любимый аккордчик АМ. Следующий аккорд Ф. Но если вы не умеете сжимать баррэ или вам неудобно, просто возьмите аккорд Ф в легкой позиции. Мини-баррэ на первых двух струнах, на первом ладу. Второй лад третьей струны и третий лад четвертой струны. Остальных струн не надо касаться. Аккорд ДМ и аккорд ЕМ. Отлично. Посмотрим перебор, с которого я начинаю играть песню. Интересный перебор. Редко встречается. Аккорд АМ. Дергаем бас. Бас. Долго, да? И три нижние струны вместе. И делаем хлопок. Перекрываем звучание всех струн. Потом дергаем совместно бас и первую вторую струну вместе. То есть соединим сначала. Бас, три нижние, хлопок, бас с двумя нижними. Третью дергаем. Вниз, вверх указательным делаем. Аккорд ЭФ тоже самое. Только дергаем шестой, потому что басовая струна на аккорде ЭФ это шестая. Аккорде ЭМ. Четвертая, три нижние, хлопок, первая, вторая, с четвертой. Три, вниз, вверх. Аккорд ЭМ. Шестая, три нижние, хлопок, бас. Три, вниз, вверх. Покажу, наверное, самые простые варианты исполнения данной песни, потому что можно ее очень сложно исполнить. Много вариантов. Когда боб улыбается, у нас все получается, ребята. Попробуем соединить. Во время этого вступления мы поем такую мелодию. Укать надо эту мелодию. И начинается первый куплет. Его нам нужно просто проговорить очень чувственно, красиво. Все-таки это речитатив. Бой в начале у нас, точнее перебор, остается такой же, как и во вступлении. Поехали? Это не объяснить, будто бы сон наяву. Ты искренне, я больше не иду ко дну. Благодарить мне предстоит, сколько тысяч лет, за то, что ты сейчас так близка ко мне. Сколько людей тебя пытались добиться, разбитым экипажем близ берегов Аплантиды. Зацепившись кормой, отбой скалом мысли, чтобы я мог посвечать тебя одну. Спрятавшись под белым пледом из снежных историй, мы находили происки этих людей виновных. И чтобы не твердили нам с тобой о дистанции, преодолею все, чтобы к тебе прикасаться. Да, вторая часть куплета, начиная со слов, спрятавшись под белым пледом из снежных историй, играется чуть-чуть по-другому, еще более сложным перебором, чтобы дать движение. Бас, удар вверх, этим же большим пальцем, только ногтем. И хлопок, просто блокируем звучание струн, кулачком правой руки. Удар вверх, можно делать и подушечку указательного пальца, а можно и тридернуть, то есть бас. Неважно, это все равно удар по трем нижним струнам. Бас, первый хлопок, две дергаем, басовую, первую, вторую струну вместе. Потом третью и пятую резко дергаем, то есть... Такой элемент хороший, мало кто, наверное, сможет сразу сыграть, но интересно слушается. Заполнение такое делают между ударами. Бас, вверх, хлопок, хоп. Вниз после этого и вниз вверх еще быстренько. Ой-ой-ой, как много! Но это один из моих таких интересных, сложных боев, разработанных самостоятельно. И многие такие, кстати, интересные, необычные бои я покажу в своем новом видеокурсе под названием Король аккомпанемента, над которым я сейчас работаю. Поехали! Если играть медленно, то все получится, все отработать. Три-пять, вниз, вниз, вверх. Вот и все. Бас, вверх, хлопок, пятое. С первой, второй. Три-пять, вниз, вниз, вверх. Удар-вверх делать надо тем, кому лень дергать три нижние. Потому что это проще. Бас, хлоп, все большим. А курд-эф, шестая басовая. То есть бас, три-верх, хлопок, бас, вверх, хлопок, шестая из первой, второй. Три-шесть, вниз, вниз, вверх. Аккорд-эм. И аккорд-эм. Если хотите проще, то можно играть простой бой. Аккорд-эм. Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Такой вот бой. Окей, без аккорда, просто на блокированных струнах. Вниз, вверх, вниз, вниз. Вверх, вниз, 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 вверх. Ритм ловите, чувствуете. Аккорд-эм. То есть удар вниз я делаю ногтем указательного пальца. Удар вверх, ногтем большого пальца. То есть... Часть под белым пледом и снежных историй. Мы находили происки этих людей виновных. Чтобы не твердили нам с тобой о дистанции. Преодолею все, чтобы к тебе прикасаться. И начинается припев. Самый главный припев. Бой здесь будет девятка. Это разновидность боя восьмерка. Можно по-всякому называть и по количеству ударов и прочее. Но восьмерка это не значит, что только восемь ударов. Но в основном это так. Но к восьмерке еще относится множество других подвидов, которые я рассматриваю опять-таки в своем новом видеокурсе под названием Король аккомпанемента. Вниз, пауза, вниз, пауза, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд F. Аккорд E. Аккорд E. Все, можно петь. Сейчас покажу мелодию, которая поется в голосе. Этот белый танец Назло всем тем, кто от нас не отстанет. Глядя на сотни звезд, что будут с неба копать, Оставит нечто большее, чем просто память. Такая вот мелодия, довольно простая. Разучивайте, пойте, чтобы вот так чисто петь. И участвуйте в конкурсе каверов на эту песню. Исполняйте под гитару синтезатор, фортепиано, укулель, любой инструмент. Присылайте видео нам с Тимуром, что в Инстаграме, что в ВКонтакте или даже на YouTube. Мы его репостнем обязательно. Отметим вас и закинем в сториз. Начинается второй куплет, в начале которого я исполняю две строчки. Вокально. Как это звучит? Глядя на сотни звезд, ты улыбаешь. Твоей заветной люблю ко мне прикасаюсь. Мы изменились, но на что-то осталось. Наверное, то, что я однажды в тебе полюбил. Немногословное. Только давай не говорить. Твоя человека, кто из нас более псих. Слова написанные на песне не смоет в любой. Океан в тебе, в который нырну с головой. Глядя на сотни звезд, ты улыбаешь. Твоё заветное люблю ко мне прикасаюсь. Мы изменились, но на что-то осталось. И начинается речитатив. Наверное, то, что я однажды в тебе полюбил. Немногословный. Только давай не говорить. Твоя человека, кто из нас более псих. Ребята, на этом наш разбор подошел к концу. Вдвойне приятнее разбирать свои собственные песни. Вы, наверное, не знаете, но я пишу песни и выступаю под ником Арслан, поэтому будете знать. Если хотите поддержать мое творчество, переходите по ссылочке внизу. Там же будут ссылочки на трек «Белый танец» в iTunes, Яндекс.Музыка, ВКБУ. То есть везде можете найти, послушать. Поделитесь в социальных сетях моей песней или клипом. Вдвойне, втройне будет болезнен с вашей стороны и очень приятно. Для кого все, что я сегодня показал, было сложно, то спускайтесь в описание. Также я там оставил два моих видеокурса. Для тех, кто хочет научиться с нуля играть на гитаре за неделю. И для тех, кто хочет освоить базу вокалиста и уже в домашних условиях научиться петь. Не скучайте, делайте музыку, дарите добро и скоро увидимся. Всем пока.